всем привет сегодня рассмотрим что такое стек в плане памяти иногда можно услышать такие слова как расположен на стеке то есть хранится на стеке в куче вот и сегодня я попытаюсь очень схематические чтобы не вдаваться в какие-то сложности или технические детали разобраться что же такое этот стек кого то есть это можно аналогии провести там не знаю к примеру с двигателя внутреннего сгорания то есть в общем можно о нем поговорить что это такое что там есть цилиндр туда заливается топливо она там поджигается газы расширяются цилиндр толкается вниз ну и в результате машинам бронни и поехал вот ну такая же аналогии здесь можно да то есть у двигателей внутреннего сгорания много и они довольно таки сложные могут быть и они могут быть зависеть от типа топлива там дизельное или бензин вот ну а в общем же можно о нем поговорить и и понять в общий принцип точно так же здесь я не буду делать вырезки из диза сэмблера вот вырезки там каких-то килограммов адресов в памяти это все есть интернетах в интернетах есть нормальные статьи уже описанные вот но там да там много сэмблер ново кода там много каких-то адресов памяти там много всего вот но они уже разбирают на конкретную платформу вот потому что сказать как она устроит устроена и говорить что это везде так нельзя потому что на каждой платформе в силу своей архитектуры абсолютно свои реализации могут быть где-то адреса по убыванию где-то они по возрастанию идут вот поэтому это строго зависит от платформы но общий принцип он один и тот же у всех и так как мы помним я уже в каких-то своих лекциях по языку си говорил нас есть три области памяти статическая давайте сразу напишем статик создадим переменную статик а вот ну давайте две штуки по две штуки создадим этапа нам помпа понадобится для эксперимента статическая область памяти либо же если это перед функцией main без статик она все равно в той области памяти находится вот но это мы четко указываем дальше динамическая область памяти давайте п а равно 0 вот и локальная область памяти она называется локальная область памяти либо память на стеке ну давайте это функции какой-то создадим функцию full наверное вот так вот потому что у нас по идее будет ни одна функция в сегодняшних наших экспериментах вот они п а около вот переменные с модификатором статик ну или бы просто описаны в вне функции как бы вот здесь они в своей области памяти вот такие переменные которые то есть через указатель для которых мы запрашиваем памятью системы с помощью молока вот то вот эти переменные располагаются своей области памяти в динамической она еще называется кучей вот но все остальные переменные которые внутри функции внутри блоков внутри форов мы там пишем for int и равно 0 вот локальные переменные функции вот такие как int а там все они располагаются на стеке совершенно отдельной области памяти но давайте проведем первый эксперимент первый эксперимент заключается в том чтобы вывести адреса ну к примеру у вас может закраться подозрение вот и и и и что они в разных областях памяти расположен поэтому давайте выведем все эти переменные выведем их не адреса вот вот так возьмем адрес и выведем и точно также для остальных 5 переменных сделан так с а с б дальше п а п б и дальше л а л б но для этого п а у нас еще нету поэтому перед вызов функции фу давайте выделим память под п а и под п б молок ты сразу 4 напишу так вот этого исходного кода нигде не будет потому что смысла его нету где-то размещать а вот ну и запускаем запускаем и что мы видим надо было написать что и что ну ладно с а статическая область памяти есть п а п б динамическая область памяти но они расположены рядом то есть ничего страшного в этом нет они могут расположены должны быть рядом потому что на этапе компиляции компилятор знает все переменные с модификатором статик все переменные с вот таким как бы ну не модификатором оператор не оператором а указанием того что это указатель ну и локальная соответственно все статические может переменные разместить памяти и следом уже за этим может идти динамическая область память вот но в данном случае она 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 у нас тут ну да ладно это технические детали я сказал разбирать мы их не буду так вот статической динамической области памяти вот рядом но как вы видите совершенно в других областях находится вот эта локальная память как вы мы видим всем ffff но по-хорошему там в юниксах насколько я помню и когда-то читал то вроде да вот с таких адресов семерка и дальше fff что-то там тут возможно нули какие-то не помню вот вот но это уже другая область памяти то есть это вот эти наши локальные перемены это память на стеке так вот что же такое стек ну называется она еще памятью на стеке только потому что там есть такое понятие как страницы есть начало есть конец страницы и определенные регистры хранят на конец этой страницы так сказать но адреса там идут в порядке убывания ну короче это я в этом даваться не буду чтобы не не запутать голову вот мы сейчас разберем самом простом виде вы это усвоите а потом вы уже можете спокойно либо сами вы сейчас увидите как колупать это если вам интересно либо же по находить на форумах всяких ссылки давать не буду вот на формах где уже более-менее нормально описано и уже со всей этой терминологии в которой можно поначалу запутаться я уже говорил об этом и по стек стек это у нас адрес там блин я сам уже ладно запутался вот вот то есть плюс еще есть различие различие в чем к примеру вот здесь мы видим адреса идут по возрастанию 20 24 так далее то локальные вот эти перемены windows все же они идут по убыванию соответственно вот эта путаница она которую можно внести в голову если вы еще не совсем понимаете что такое память на стеке это путаница до к добру не приведет вот поэтому я не буду в нее вдаваться повторяю еще раз так дальше теперь разбираем то есть мы выявили адреса и убедились что все таки вот какие-то две переменные находятся в совершенно другой области память есть теперь но давайте схематически посмотрим что же происходит давайте схематически вводит опишем функцию какую-то full b опять-таки я не буду приводить примеров с этих параметров они тоже на стеке располагаются но не будем их трогать и так функция фубы и к примеру функции фубы вот у нас есть ну опишем какие-нибудь две или давайте три переменных или давайте вот так вот даже разных типов чар перемены а равно 1 дальше short b равно 2 и int c равно 3 вот и и и c равно а плюс b есть сделали далее то есть этого вот у нас есть такая функция ее объектный код бинарный код то есть в скомпилированном виде в собранном виде эта функция как бы по факту содержит в себе ну давайте схематически схематически перед ней это напишем это схематически вот это пока пропустим возьмем вот это и схематически там вот такая штука там ассемблерная команда сам сам добавить ну для простоты давайте а и б сейчас не будем тут писать что нужно еще там присвоить этот результат c то есть вот напишем вот так а и б или давайте рэк рэк 1 и рэк 2 рэк это регистры то есть все операции обычно производятся ну есть процессор есть там регистры вот и процессор выполнять все операции над регистрами поэтому соответственно чтобы выполнять какие-то вычисления мы сначала что-то помещаем в регистры и потом с помощью специальных инструкций на выполняем операции потом результат этой операции куда-то записываем и так далее и тому подобное вот то есть процессор работает с регистрами так вот вот то есть тут еще что-то будет мы допишем схематически но вот грубо пока очень грубо вот так вот выглядит функция в скомпилированном виде это функция теперь то есть функция она где-то то есть когда запускается процесс выделяется каждому процессу дается свое виртуальное адресное пространство а вот и она к примеру на тратить тридцати двухразрядных системах это было там не больше четырех гигабайт и к примеру в системе windows 2 гигабайта уходила на саму программу то есть это в ту память загружалась программа называется это еще выгружалась вот туда выгружались все библиотеки которые нужны программе были бы вот в другую область памяти уже это была та память где хранились данные то есть это локальная память память на стеке куча и статическая область память вот соответственно вот вот эта часть хранится в одной области память это уже скомпилированная готовая функция но где же хранятся вот эти вот переменные да спросите вы то есть каждой функции выделяется определенный участок памяти он называется страницей памяти это уже то что называется стеком да то есть эти страницы их много то есть когда вызывается функция ей отводится одна страница есть эта функция вызывает другую функцию ей другая страница то есть грубо говоря эти страницы уже нарезаны ну как минимум windows каждая страница имеет свой определенный размер вот но об этом чуть чуть позже и так соответственно есть какие-то страниц то есть это скомпилированный код нашей функции передавайте посмотрим происходит вызов этой функции и и выделяется страничка страничка памяти в этой страничке памяти компилятор уже знает как под эту функцию процент как но даже не как под эту функцию просто страничка памяти и к примеру бы эти страницы и как зависели бы от самих функций ну к примеру что в этой страничке расположен Давайте схематически еще вот понаписываем вот такие вот адреса Как будто бы оно все начинается с 0.0 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 Наверное уже много Итак, по этой страничке в первом байте находится у нас значение какое Давайте еще вот так вот сделаю Находится значение 1 Это у нас получается А Блин, вот так Правильно, правильно, потому что чар это 1 байт Дальше, дальше у нас начинается двоечка Двоечка это у нас Б Б у нас шорт, 2 байта Вот они заняты Дальше у нас начинается троечка И это С И С у нас 4 байта 1, 2, 3, 4 Есть 8 точно лишние Ну и 7 пока уберем Вот, вот по-хорошему Вот страничка такая То есть каждой функции То есть здесь, я думаю, вы должны понимать Здесь адреса разные будут То есть Это нарезается грубое То есть Вызывается функция, ей дается вот такая страничка Если эта функция, к примеру, вот здесь Внутри Вызывает другую функцию Ну какой-нибудь фу там Б Вот Вот То она вызывается И для нее Для нее Уже Новая страничка Ну пусть это идеальный вариант Вот так вот 7, 8, 9 Или даже Да, даже давайте сделаем вот так вот Фу Б вызывает саму себя То вот здесь было бы вот так К примеру То есть это было бы уже 7, 8, 9 Так, это в десятичной системе Я буду писать 12, 13 И так дальше Фу Б вызывает опять саму себя И вот так вот идут эти странички Так вот В индусе, так как это фиксированный размер Ну и в линуксе Конечным счетом Все равно тоже можно так сказать Вот, соответственно Когда идет рекурсия Вызываются функции Функции, функции вызываются Вот эти странички Нарезаются, нарезаются, нарезаются И в результате мы доходим до того Что мы вылазим За отведенное нам вообще Количество оперативной памяти И это приводит к тому Что стэк переполняется То есть переполняется Количество ми страниц Вот Что уже нету Вообще места для этих страничек И вот стэк оверфлоу Переполнение стэка происходит То есть думаю Вот эту идею вы поняли Итак Продолжим То есть вот такая страничка Теперь вернемся к самой Функции Которая у нас в компилированном виде Да Ну к примеру Вот На этой реализации Вот у меня сейчас здесь Убунта стоит 16 Вот Ну 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 Как это сделано здесь Смотрите реализация То есть вот такая страничка Дальше Дальше у нас Есть еще информация Это опять таки все схематическое Так По седьмому адресу К примеру У нас может храниться К примеру Общий Ну или не общий Или где 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 Ну тут Конец скажем так Будет храниться 7 То есть Вы уже поняли Что это относительные адреса Это для простоты Мы их начали с нуля Вот Но вот здесь Вот эта вот семерочка К примеру Вот эта семерочка К примеру Так Сейчас я вспомню РБП По моему Есть такой регистр РБП И РБП Когда мы вызываем Каждую функцию То есть определенный регистр Который хранит В данном случае Вот здесь на линуксе На Убунте Он хранит Нижний Адрес Скажем так Это нижний адрес Вот эту семерочку Он хранит Вот И когда вызывается функция То При каждом вызове функции Вот этот РБП Будет разный Я думаю вы понимаете Каждая функция Имеет свою страницу памяти Вот И Соответственно Свои Значения Вот этого РБП Вот Так вот Зачем же вот это значение РБП нужно Для себя вы конечно Сейчас можете отметить Что нужно почитать Что такое регистр РБП Там еще есть один регистр Вот Но мы не будем трогать Так Есть Хранит адрес Теперь смотрите В скомпилированном виде Функция Что она делает Она Берет значение РБП Есть Минус 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 Что Минус Кроме всего прочего Когда Функция компилируется То в данном случае Предварительный Ну Будем так брать Предосмотр Предосмотр Этой функции Есть Соответственно Компилятор Уже знает Вот эти смещения Где Что Находится Вот И он вот здесь Уже просто берет РБП А РБП Это то что будет Всегда меняться Когда функция Будет вызываться Там свой адрес Будет Ну Разные Для каждой функции Разные адреса И теперь Что он делает Он делает РБП Минус 07 Равно 1 Дальше Ой Ой Что это такое Было Дальше РБП Минус 6 Равно 2 Дальше РБП Минус 4 Равно 3 Что это означает РБП Минус 7 Так как у нас Вот хранит Вот этот адрес Последний 7 Минус 7 Сколько Будет 0 0 Значит Это начало Нашей первой перемены Так Так Записали Туда 1 Дальше РБП Минус 0 6 Это вот этот адрес Значит Туда записали 2 байта Ну Здесь Компилятор знает Сколько Байт Куда писать Мы это не рассматриваем Дальше РБП Минус 0 4 Мы получим Вот этот адрес То есть Я думаю Вы понимаете Вот это В скомпилированном Виде То есть Есть уже Смещение В этом Скомпилированном Виде И вот Это вот РБП Которое Меняется Вот Соответственно Дальше Что происходит Дальше Ту Я схематически Пишу В регистр 1 Добавить Что нам Добавить Вот Вот Это Дальше В регистр 2 Поместить Вот Вот Это И Сделать Сложение Одного Регистра С другим И Результат Потом Записать Ну Скажем Рез Тул Вот Сюда Вот Как видите Здесь Одни Смещения Здесь Идут Инструкции И Тупо Работа С адресами Так Вот Вот Эти Значения Уже В скомпилированном Виде Вычислены А Вот Это То Что Меняется Для Каждой Функции То есть Каждая Функция Она Есть В скомпилированном Виде И Работает Относительно Там С разными Адресами И Есть Страничка Память Вот 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 Количество Инструкций Вот Таких Вот Не Влияет На Расположение Элементов На Стэке Что Это Означает Ну Давайте Смотрите Потому Что Могут Некоторые Заблуждаться И Думать Что В Стэке То есть В памяти На стэке Еще хранятся Какие-то Такие Инструкции Нет Вы 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 Можете Очень Сильно Заблуждаться Давайте Еще раз Запустим Нашу функцию И увидим Что мы Видим ЛА И ЛБ У них Адреса Вот 80 84 Да Ну А давайте Ради Интереса Добавим Количество Этих Инструкций Между Этими Двумя Переменами Вот Так Добавляем Что Мы Видим 0 F4 То есть Ну Адреса Между Ними Нету Промежутка То есть В стэке На память Хранятся Только Только Вот Эти Вот Данные Все Эти Инструкции Вот Эти Инструкции Они В другом Месте И Они Вот Они Вот Так Вот Расписаны И Работают Только Со Смещениями И С Началом Или Концом Стэка Кадра Но Страницы То есть Для Каждой Функции Есть Своя Страничка Тут Хранится Адрес Начало Или Конца Это Зависит От Платформы От Реализации И Дальше В Скомпилированном Виде Работает Все Вот По Таким Смещением Ну Ладно Так уж И Быть Наверное Я Сейчас Чуть Продемонстрирую Это И Теперь Давайте Смотреть Еще Рассмотрим Один Такой Интересный Пример Объявим Временную Переменную Int LC Локально Равно 0 И Выведем Ее Адрес Вот Так После Чего Объявим Можно Опять LC Ну Давайте Не будем Путать LD И Выведем Еще Адрес LD Так Вот Это Давайте Я Закомментирую Чтобы Чтобы Так Исходного Кода Этого Не будет Я Уже Повторил Поэтому Запускаем Теперь Смотрим LA Один Адрес Потом Через Четыре Следующий Потом Через Четыре Следующий И Что Мы Видим У LD Адрес Такой Как И У LC Ё Моё Почему Так происходит Все Легко И Просто Потому Что Компилятор Видит Что Здесь Локально Это Переменная Он Под Её Выделил Ячейку Но После Выхода Из Этого Блока Эта Переменная Уже Не Нужна То Здесь К примеру Инструкция Printf Работает С Каким Смещением Rbp Ну Там Минус Чтобы Доступиться Вот К этому Адресу Работает Вот Эти Инструкции Поработали С этой Переменной Дальше Все Этой Переменной Нет Соответственно Вот Это Вот Это Значение Нолик Записывается По тому же Адресу Где У нас Было LC Потому Что Уже Она Не Нужна И Вот Здесь В Скомпилированном Виде У нас Опять Продолжается Работа С 12 Вот Соответственно Как вы видите Здесь На стеке Реально Будет Храниться Не Раз Два Три Четыре Не 16 Байт А 12 Байт Вот Ну Как Упасть Кстати На стеке В Виндовсе Очень Легко Попробуйте Сделать Вот Так Вот Буфер 1024 Умножить На 1024 Это Мегабайт Будет Ну Давайте Вот Так Давайте Тут А Буфер Да Запустим Увидим Что Здесь Ничего Не Падает Все Работает Все Хорошо Вот То есть Это 2 Мегабайта Еще 2 Мегабайта Виндовсе В Визуал Студии Ну По Моему На 2 Работает А Уже Больше Падает В Ките Под Виндовсе С С Использованием Мин ГВ То Я Экспериментальным Путем Просто Вот Ну Так Вот Играясь Вычислил Что Там Где-то 1 И 6 Мегабайта На Стэк Дается Вот После После Чего Падает А Визуал Студии Точно Не Помню То ли 2 Мегабайта То ли 1 Мегабайт Ну У кого Windows Можете Сейчас Попробую Здесь же Ничего Не Падает Вот Даже Можно Так Вот Запустить Не Понял А что Она Не Отработала А Наверное Наверное Уже Вот Здесь Как Раз И Проблемы 1 Давайте 10 1 Вот Ага Да Проблемы 4 Мегабайта Но Это Гораздо Больше Все Равно Чем У Windows Так 2 2 4 Мегабайта Давайте 3 3 Это Будет В сумме 6 6 Мегабайт 8 Мегабайт 9 Ну Попробуем Последний раз На 9 Уже Не хочет Ну Да И Ладно 8 И так Уже Немало Вот Поэтому Ну Поэтому Давайте Еще Вкратце Посмотрим Чуть На Дизасемблер Так Ну Давайте Еще Раз К Этому Вернемся Я Думаю Вы Себе Уяснили Да Вот Эту Фишку Вот Если Сложно Понять То Попробуйте Сгенерить Вот Для Себя Так Схематически Написать То Что Должна То Что Должен Скомпилировать Там Компилятор Собрать Да Вместо Printf Вы Можете Call Сделать И Типа Вызов Printf У Printf Есть Свой Адрес И Туда К примеру Вот Вот rbp Минус Сколько Это было бы 12 До 8 4 Да 4 Минус 4 Правильно Ну да Правильно 4 Вот так Вот было бы И так далее То есть Попробуйте Поразбирать Если все таки Сложно Ну я думаю Сложного Особо Здесь Уже Ничего Нет Так И так Давайте Давайте Допустим Fubre Функцию Поставим Точку Останова И Запустим И Вот здесь Кнопочка Меню Дебаг Нажмем Вот такой Apparate By Instruction Instruction И Перейдем Такой В Visual Studio Конечно Это гораздо Удобнее И красивее Этот Disassembler Ну да Ладно Ну да Ладно Windows Есть еще Такая Штучка Views И тут Вы можете Включить Регистры И Вот здесь Наш Вот этот РБП Вот он Ух ты И РСП Кстати РБП И РСП Но тут Почему То Они Одинаковые Очень Странно Потому что У меня На Ubuntu На 1710 На Ноут Ноут Там У него Там Четыре Ядра Тут Вроде Два Ядра Там Четыре Короче Ну Производитель Тот же Дел Но там У меня РБП И РСП Разные А вот А здесь Почему Одинаковые Ну да Ладно Я же Говорю Это Иногда Вот Если Смотришь В разных На разных Платформах Иногда Просто Кажется Что ты Вообще Не понимаешь Как оно Работает Потому что Там Одни Значения Под Windows Одни Под Linux Другие Под Linux Там Какой-то Другой Дистрибутив Третий В целом Идея Одна Есть Страницы Памяти Вот Там Есть у них Размеры Есть у них Начало Этой страницы Конец Этой страницы В целом Принцип Один и тот же Теперь Давайте посмотрим Что же тут Происходит Вот В скомпилированном Виде Эта функция Вот она Вот сколько Здесь Инструкции Теперь смотрите RBP Вот Минус 0 7 Это туда Записывается Единичка Вот Ну это вот На ассемблере Вот так Единичка Дальше RBP Минус 0 6 Записывается Двоечка Кстати вот здесь Как вы видите У нас 7 и 6 Между ними Разница 1 байт Соответственно Никаких там Выравниваний Здесь ничего Не произошло Здесь четко Уже Вот это будет 3 байта Занимать А не 4 Ну к примеру Если вы Смотрели лекцию По выравниванию Данных То 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 Дальше RBP Минус 0.4 Вот здесь Разница между ними Как вы видите 2 байта Понятно Потому что Short 2 байта Вот И вот Мы Sub Блин я не ту инструкцию Ассемблера Sub Sub это умножение По моему Надо ADD было Ну да ладно Я думаю вы меня простите Так вот Вот в один регистр Помещается Что Одни значения Вот Минус 0.7 То есть это наш чар И вот в другой регистр EDX И EAX Туда помещаются Два значения Производится Сумма Сумма И вот этот результат Ассемблерная команда Move То есть переместить Значение В другой регистр Ну или в область памяти То есть из регистра EAX Вот Так как после Сложения В EAX Хранится результат И Из EAX Перенести Куда RBP Минус 0.4 А это У нас Вот Ячейка памяти C Вот Ну а вот Если вы В HEX редакторе Скопируете Вот эти вот коды 16-ти ричные То эти 16-ти ричные Коды Указывают Как раз Вот эти все Инструкции К примеру Сложение Регистра EDX И EAX Если вы В 16-ти ричном Компиляторе Напишите 0.1 D0 То вы И как-то Сделаете так Чтобы Чтобы компьютер Выполнил Эти инструкции Вот То он Выполнит Вот Вот такие вот Действия Ну и вот У нас тут Происходит Выход Из функции Давайте Прошагаем Выйдем Из этой функции Вот вышли И вот К примеру Вызов Функции Происходит Эти функции Лежат в одном И том же месте К примеру Вызов функции Малок Как вы видите Вызывается Одна и та же Функция Которая лежит В одном И том же месте У которой Один и тот же Адрес Вот И там Работает она С какими-то Смещениями Как убедились Мы и здесь Здесь Наша функция Работает Вот со Смещениями Единственное Что меняется Это регистр РБП А дальше В скомпилированном Виде Вот четко Такие вот Смещения Поэтому довольно-таки Шустро Все работает Здесь Вот И Как минимум Операции Вот Это я вам показал Только для того Чтобы вы Возможно Начали Рыть для себя Дальше А что можно Рыть дальше Где хранятся Вот эти Аргументы Ну Параметры Функции Они тоже Хранятся на стеке Ну там Свой адрес Может быть Вот Ну 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 И так далее Так 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 Зависон Произошел Ладно Пока висит Такое Иногда бывает Когда разделены Экраны Ладно Надеюсь Отвисон Произойдет Быстро Вот Так Вот Произошел Быстро Это хорошо Так вот Давайте еще Додебажимся Вот чтобы выйти Из этого режима Мы заходим Я же уже выходил Из этого режима Е-мое А вот Ну два раза Там надо классно Operate by instruction И обратно Вот И тогда мы можем Дебажиться Вот здесь Вот Поэтому Надеюсь Я вам Что-то Да Прояснил Что такое Память на стеке То есть Это как раз Вот Вот эти Такие вот Странички В которых Хранятся Хранятся данные Ну вот И В РБП Записывается Определенный адрес И Начиная С которого Начинаются Эти данные То есть В данном случае Здесь Минусуются Эти значения Где-то Может быть Что с РБП Начинаются И будут Сгенерированы Инструкции Которые РБП Плюс Ну К примеру Тут Ничего не надо Будет Сразу начинаются Данные Потом РБП Плюс Один Плюс Там Четыре Или Три Да Вот Но в целом Я думаю Вы поняли Поняли И что-то Для себя Уяснили Поэтому Все Пока не все Посидите Поколупайте Вот это Вот эти все вещи Попытайтесь Сами Схематически Ну К примеру Нарисовать Чтобы вы Сгенерили На месте Компилятора Ну Вот Для Вот Этой Вот Функции Посидеть Поразбирать А почему Вот здесь И вот Здесь Адрес Один И тот же То есть Повыводить Всякие Адреса Внутри Создать Динамическую Переменную С указателем Вывести Ее Адрес Статическую Кстати Я вот Здесь Создал А попробуйте Создать Внутри И Вывести Адрес Посмотреть Ну В каком Какой Области На памяти Вот И т.д. И т.п. То есть Вот таким способом Вы можете Поиграться И для себя Уяснить И потом Уже Открыть Уже Те статьи В которых Уже Вот Вырезки По Ассемблеру Находятся И Описывают Конкретные Реализации Этого Стэка На Конкретных Архитектурах То есть Есть Описывается На архитектуре Конкретно Там Виндовс Такая А есть Убунту Такая Есть Конечно Видел Где В общем Описывается Не указывая То что Это Очень сильно Зависит От платформы Вот Поэтому Все Всем спасибо За внимание Делимся Комментируем Все Всем Пока